Привет, друзья, привет. Ну, я покажу вам новый приём, конечно, новый приём, через пять минут, но сначала о теории к науке человечности, к совместному созданию. Это важно, потому что я получил вот такое письмо, обязательно потом приглашу для того, чтобы мы вместе побеседовали, записали, потому что эта девочка удивительной мудрости. Да-да, видите, что она мне написала. Здравствуйте. Справедливость в моём понимании есть фундаментальный принцип взаимоотношений не столько в рамках человеческого бытия, сколько человеческого с надчеловеческим. И справедливость из категории сакральная. Это не всегда то, что симпатизирует человеческому восприятию, жаждущему комфорту и стремящемуся к гедонизму, и особенно сосредоточенному на личном благополучии. Это, по-моему, как раз та цель или тот мотив, который побуждает альтруистическое сознание реализовывать свою сущность, когда, невзирая на личные обстоятельства, выгоду и пользу, ты выбираешь как должно, в кавычках, а вопреки диктату большинства, ты с полной ответственностью реализуешь позицию и один в поле воин. Да-да-да, не буду дальше читать, потому что я настолько сразу влюбился в этого человека, потому что на самом деле, мы же говорим, что человеки отличаются от животных тем, что имеют выбор. Ну а что значит выбор? Для того, чтобы выбирать, надо же уже быть философом. Почему? Потому что надо стоять над ситуацией, над конкретностью, надо иметь способность сопоставлять, как на чаше весов, с чем-то высшим сопоставлять, чтобы понять, где хорошо и где плохо. Но это целая структура сознания. Это качество. Вот это качество, оно, там вот эти вот все свойства и способности человека любить, сопереживать, сотрудничать, быть справедливым, чувство бесценности живого. Вот эти все качества, они едины, взаимосвязаны, они сразу есть или их нет. То есть это одно, единое. И вот это единое внутри нас есть. Когда? Когда мы без эмоций, потому что когда мы в эмоциях, мы в самих задачах. Ну вот, ты нервничаешь по какому-то поводу, там, у тебя что-то, как говорит наш друг, не будет называть имени, с большой его разрешением, поэтому, да, ну бесит он, говорит, имени его не буду пока называть, потому что мы с ним тоже будем делать потрясающую встречу на следующих роликах, потому что он и коронавирус перенес легче, чем вся семья, которая... Он болел, ну так, потому что он каждый день делал синхрогимнастику, делал синхронасос по методу ключа, другие приемы, он покажет вам, как это он делал, да. Ну сейчас о человечности, наше совместное созидание, науку человечности, потому что без нее нет ответственности. То есть нет того, чтобы человек, делая какое-то действие, совершая какой-то поступок, нес в самом себе ответственность за его последствия. И тогда появляется чувство справедливости и все остальное. Мне даже представляются вот эти все грани одного единого, человечного, вот этого состояния сознания, когда человек бывает человеком, в нем является человечность. Это когда нет стресса, потому что когда он заужен своим вниманием на ситуацию, где он должен выживать, его трясет, он ничего о другом думать не может, он ничего не слышит, он ничего не понимает. В этот момент у него инстинкты самосохранения, поэтому мы же для того, чтобы человек мог в нужный момент всегда и во всех обстоятельствах быть человеком, попреки этим обстоятельствам, мы по этому методику разгрузки, чтобы он выходил на состояние нуля, от суеты переходил к состоянию вечности, безвремени. И вот это та стержневая вещь, в сравнении с которой он себя сопоставляет, то есть когда он думает о конкретном, с чувством сопричастности к нечто высшему, к этой вечности. Ну, видите, как красиво я говорю, потому что я поэт, ну а что тут скажешь? Читайте мои стихи, стихи руку, кто мешает. Я шутник тому же, это тоже помогает, потому что я и философ, потому что я стою часто, надо обстоятельствами, потому что я задумчивый. Я задумчивый парень, ну что тут сделаешь, если я люблю подумать, люблю подумать, а это есть, собственно говоря, что сопоставление. А сопоставление происходит по законам логики, по законам логики, то есть здравый смысл. Здравый смысл, это значит, когда мы переходим в состояние нуля, то мы в этот момент бесстрастны, это такое нерванное, такое медитативное состояние, когда ты о чем-то думаешь. Ну, все внутри эмоционально спокойно, эмоциональный интеллект переходит на здравый смысл, рассудок. И ты соприкасаясь с этим вечным, да, ну, раньше это называли по-разному, да, и в разных методиках это по-разному. Наш метод ключ самый простой и самый эффективный в мире, потому что он основан на инстинктивных действиях человека, которые ему помогают снимать стресс. Но вы их все знаете, кто не знает, смотрите наши все ролики в ютубе, смотрите сайт стрессу и сайт хасай.ру, да, и заходите в школу, человек будущего, и в фейсбуке группа, и в контакте группа, и теперь прием, теперь прием. Это уникальный прием. Ну, ко мне иногда обращаются самые разные люди, в самое разное время звонят, потому что им кто-то сказал, это телефонное радио, а я же в роликах говорю всегда, не звоните мне, пожалуйста, раньше восьми вечера по московскому времени, потому что я занят тогда. Ну, они мне звонят, потому что они ролики не смотрят, они просто где-то увидели, услышали, а надо посмотреть и понять. Это много, как страхи снимать, как сон себе наладить, как творческие качества открывать, как наладить гармонию с собой и в семье, и в личных отношениях, как понравиться человеку, которому ты не нравишься, если тебе это нужно, вообще лучше этим не заниматься. Ну, чего он займется? Саморегуляцией, откроет себе такие способности, таланты, которые раньше он о себе даже не подозревал. И вдруг ты ему понравишься, если ты того достоин. Ну, давайте так. Я покажу сейчас приемы. Эти приемы уникальны. За что меня в мире уважают? Потому что я все время думаю, я же мыслитель, я же сказал, для того, чтобы решить какой-то вопрос, надо не быть самой задачей. Есть такая теорема Гёделя, что в каждой системе всегда можно найти вопрос, который не решается средствами и силами системы, надо выйти за нее. Но вот это выйти за нее, это и есть философичность. И чтобы была у нас философичность, чтобы мы могли мыслить разумно, здравым смыслом, мы должны сбрасывать этот стресс, который нас зацикливает на какой-то конкретности. Мы в конкретной скорлупе, мы в этот момент даже и не понимаем, что мы не правы. Потому что для того, чтобы понять, прав ты или нет, надо уже быть немножко свободным. Надо вылезти из этой задачи, то есть не заостриться в этой эмоции. И вот как раз-таки я показываю в этих роликах разные приемы, каждый раз какие-то приемы. Поскольку я говорю очень просто, легко и свободно, как профессиональный человек, как автор этого метода. Поэтому эти приемы иногда не обесцениваются. Ой, иногда обесцениваются, да, обесцениваются. А иногда не обесцениваются, да. Тот, кто мудр, тот понимает. О, Господи, какой прием! Как же я до этого сам не додумался! Но я же, говорит, чувствовал, что именно так как-то. Да, правильно, потому что они все основаны на природных, естественных инстинктах человека. Просто в данном случае я их осознал, и в осознанном виде, когда вы их применяете, то, что я сейчас покажу, это будет необычайно, невероятно. Это будет супер прием. Ну, и вы увидите, что этот парадоксальный прием, который в ум просто не вкладывается, это парадокс. Как в условиях напряжения вызвать расслабление. На примере простого действия, которое я назвал супер-якорь, антистресс. Супер-якорь, антистресс. Ну, что такое якорь, вы знаете, из аналпии, наверное, да? Якорение на что-то, на каком-то состоянии, на каком-то ощущении, якорение. Ну, условно-рефлекторную связь создаете. У нас это во время разгрузки, с перезагрузкой идет якорение на то, что любой стресс, чем больше стресса вызывает ощущение, тем больше сил. И ты преодолеваешь другое препятствие. Так вот, супер-якорь, антистресс, значит, расслабление в напряжении. Парадокс в этом. Начинаю показывать. Простой прием. Он неординарный. Вы нигде в жизни, в мире, нигде, ни на каком сайте, ни в каком ролике его видеть не могли. Ни в каком другом названии. Значит, надо просто, ну, это так просто, что в голову не приходит. Надо просто создать модель напряжения. Напряжение. Просто, ну, например, сжать кулак. У нас все модели делаются без сознательного механизма, который принимает решение у нас там. Мы моделируем с помощью физических движений. Это очень просто. Вы берете кулак, сжимаете его до крайней степени, да, до локтя, сжимаете руку. А теперь просто ищите, ищите в этой сжатой руке, внутри нее, подбирая образ любой, ищите максимальную расслабленность. Это парадокс. И чтобы решить этот парадокс, вам придется сосредоточиться. А когда вы решаете парадоксальную задачу, вы входите в легкий транс. Вот. Любой образ. Можете представить себе, ну, хотите, закройте глаза, хотите, с открытыми. Можете представить вспышку яркого света. И как вы иногда, бывает, сидишь, и вдруг яркий свет перед глазами за закрытыми веками. Теплый свет, теплый свет. И там внутри руки, руки, внутри руки тепло, 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 тепло. А рука такая каменная, напряженная. А внутри так хорошо в руке. Ну, просто бесподобно. И таким образом, вы, сочетая напряжение с вызванным вами сознательно, осознанно образом расслабления, который дает немедленный результат, потому что в этот момент вы начинаете чувствовать, что вам даже так приятно держать руку, что даже она, рука, держится у вас без всяких усилий. Она окаменела, а внутри такая, о, так хорошо внутри, так расслабилась, так внутри. Таким образом, вы тренируете мозг. Мгновенно снимать напряжение, скованность от стресса, вызывать внутри себя расслабление. В любой ситуации, в жизни, в деятельности, в любой позе. Может быть, вам нужно в какой-то момент, там, где вы скованы, выступать, там. Или вы там, ну, не знаю, что вы делаете, там, может быть, днем или ночью. Но вдруг вы волнуетесь, что у вас что-то не получится. Это напряжение вызывает эмоции, эмоции блокирует нормальное течение мысли, вашу уверенность. А вы раз вспомнили вот это, или вы просто взяли руку, а теперь вам трудно было открыть, откройте ее. Или вы в момент, когда вам трудно, когда у вас стресс, просто сжали кулак. Это якорь. Это якорь к этому состоянию, которое у вас сейчас получается, когда вы решаете парадоксальную задачу. Ну, это то же самое, как мы делали в одном из роликов, представить себе хлопок одной ладошкой. Не двумя ладошками хлопать, а одной. Вот когда человек представлял хлопок одной ладошкой, он ходил в транс. А это хлопок одной ладошкой. Это из старых-старых медитативных техник, ему тысячу лет. А вот это суперновое. Никогда ни у кого, никогда не додумался никто до этого. Чтобы тренировать у себя способность быть расслабленной в условиях напряжения, зажатости, скованности, чтобы оставаться внутри свободным, раскованным, раскрепощенным, вам достаточно сжать кулак. Еще раз сделайте, пожалуйста. Да. Сжать кулак. Сильнее и сильнее. От сульва до локтя. И вообразить себе, что внутри кулака до локтя в этом напряжении такая расслабленность. Представьте себе, что вы сидите с закрытыми глазами, и вдруг яркий, теплый свет. И этот яркий, теплый свет так тепло, так тепло в руке. Ой, уже и не хочется разжимать пальцы. Не хочется, даже не можется, потому что вы создали доминанту. А доминанта и обладает инерцией. Да, возникает триггерный переход в транс. Ну, называется по-модному его квантовый переход. Моментально с помощью одного кулака. И вы научаетесь одновременно тому, чтобы в любой момент, только вспомнив это, в любом напряженном состоянии, вдруг вспомнил вспышку света, кулак, а это есть и коренье. Вспомнил, и сразу тебе легко, свободно, тебе хочется сдвинуть шею, расслабиться, раскрепаться. И ты уже сразу переходишь в другое уверенное состояние днем и ночью, когда бы ты не хотел или хотел. Да. А это якорь. Ну, а теперь спокойно отпускайте пальчики. Да, я вам помогаю их распустить, потому что они сжались, что их трудно разжать. Просто трудно, это просто каталепсия называется. Ну, разжали, разжали. Положили в голову, какая рука. Она вообще-то какая была напряженная, а вам так теперь хорошо. Теперь у вас засело в голове, условно говоря, вот такой якорь, такой микроключ. Да. У вас две вещи. У вас способность в нужный момент вспомнить это и сразу расслабиться, и почувствовать себя уверенным, как будто вы почувствуете. Ну, кто-то кофе выпил, почувствовал, что он взбодрился, а кто-то душ принял, он почувствовал, что он душ принял. А кто-то выспался и почувствовал, что он уже выспался. А если этого не хватает, вдруг какой-то момент, ну, такая ситуация, ну, так вас заломило, ну, такой страх, такое беспокойство, такое неуверенность, ну, тогда уж просто возьмите и сожмите кулак. И у вас появится это якорь. Мы одновременно формируем развитие способности управлять своим состоянием в условиях напряжения, быть расслабленным. И якорь создаем одновременным действием. До встречи, друзья. Напишите там комменты, как у вас что получилось, а потом понаблюдайте несколько дней за собой, у вас начнут решаться некоторые вопросы и задачи, над которыми вы давно думали, а решить не могли. А теперь после этого упражнения будет легче решаться то, над чем вы давно думали. Да-да, вот увидите. И вообще самочувствие будет гораздо лучше. Ну, посмотрите, посмотрите, над чем вы были беспокойны, начнет лучше разрешаться. Давайте, друзья, пишите комменты. Да, кстати, я опять хочу вам сказать, как важно развивать нашу школу, потому что одним простым действием посидеть одну минуту, представляя себе у тебя в кулаке до локтя, представляя, что там идет расслабление, внутри напряжение, ты обучаешься быть в напряженном состоянии, одновременно расслабленным. То есть ты обучаешься быть свободным во всех обстоятельствах. Это уникально, это оригинально, это бесценно. Поэтому распространяйте для всех. Да, делайте там в своих группах, там рассылайте там своим друзьям, пусть они попробуют. Вот этот вот уникальный прием по методу ключ, который называется супер-якорь, антистресс. До встречи, друзья. Пишите свои комменты, что вы там хотите мне сказать. И порекомендовать. Может, другой галстук надеть? Я послушаюсь. Добрых советов. До встречи. Продолжение следует...